здравствуйте подписчики и гости моего канала сегодня расскажу я как делаю вино это видео будет полезно для новичков в основном профессиональные виноделы им эта информация известна а для тех кто хочет вот впервые сделать вино и не знает как сделать вино уходит слушает различные советы у различных людей и пытается сделать вино но не знает как сделать я вам расскажу как это делаю я и информат поделюсь с вами информацией которую вот собрал за многие годы виноградарства скажем так и поделюсь этой информации с вами вот перед вами стоит вот вот такие вот бродильные кубы скажем так бродильные емкости вот не кубы а емкости бродильные стоят здесь у меня выбраживается сусло для скажем так даже не сусло брага здесь выбраживается для для самогона скажем так из винограда многие путают что такое брага и что такое вино 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 изготавливается из чистого виноградного сока без добавления воды и без добавления сахара это называется ну конечный продукт из дан из ну скажем так данного сусло называется вино вино делают по красному типу и по белому типу по красному типу вино делается то есть бродит она вместе со шкурками можно чтобы это вино бродила скажем так прикрывая тряпочкой какой-то или прикрывая марлей чтобы самое главное то мошки не попадали мухи не садились и так далее вот можно делать в таком формате не обязательно ставить сразу под гидрозатвор в начале во время при брожении по белому делают сразу убирают шкурки и сразу убирают косточки то есть бродит чистый сок вино когда бродит на вместе с шкурками и с мякотью и с косточками это называется мацерация и чем дольше вино стоит на вот этих шкурках допустим есть белые сорта винограда есть красный сорта допустим такие сорта как pinot noir можно сделать вино из него белое это темный виноград вино можно сделать как белое так и розовое так и темное вино до красный то есть если мы немножко держим на этих шкурках допустим 23 дня 4 то получится у вас розовое вино мякоть у этого винограда белая из сапирави ну допустим таких с такие сорта допустим есть как сильно красящие типа как сапирави из них вы белое вино не получите может только можете получить красное вино то есть если вы хотите белое вино из темного винограда допустим pinot noir а допустим получить вы выдавливаете чистый сок шкурки убираете в сторону шкурки косточки все убираете в сторону если вы любите терпкий вкус то настаиваете на шкурках вместе с косточками подольше косточка дает вот этот терпкий вкус вину если вы терпкий вкус не любите вы косточки с скажем так со шкурками убираете как делают вино в грузии многие любят грузинское вино скажу честно я его не люблю потому что она очень терпкая своеобразный такой вкус скажем так не особо его люблю я люблю европейские сорта винограда то есть франция италия испания даже чили скажем так делают в принципе сейчас довольно достойное вино неплохое вот то есть я люблю такие вина грузинские вина они отличаются именно тем что когда виноград ставят на брожение его давят вместе со шкурками с косточками и он стоит бродит в таком варианте и после того полностью до конца мацерация у них со шкурками с косточками стоит до конца до конца он выбраживает эти шкурки косточки оседают на дно сверху в бочи в больших бочках ставят сверху у них получается вино это вино они сливают дальше она настаивает ну выпадает осадок и так далее уже процеженная а из этих шкурок допустим они могут делать там чачу и так далее вот как же делаю вино я если я делаю допустим вино по белому типу я все равно оставляю на 3-5 дней на шкурках вот я не убираю шкурки да это неправильно да вино будет кто-то скажет там цвет поменяет и так далее но скажу так один год я делал вино из муската натухаевского шикарное вино получилось пять дней стояла на шкурках то есть полностью передавил и вот вместе со шкурками с косточками не стояла потом я отделил шкурки косточки получилось шикарное мускатное вино причем интересно то что когда полностью она выбродила пропал мускат муската не было хотя виноград очень мускатный муската не было и после того как выпало садок она еще нас ну настоялось вино стал появлять стали появляться нотки нежные такие нотки муската вот несмотря на то что вино было сухое оно было не полусладкое именно сухое появи появились нотки муската обычно это в полусухом вине то есть если в сухом вине нет да из мускатного сорта вы сделали поэтому иногда делают полусухое вино чтобы мускат чувствовался более ярко обычно в сухих винах мускат практически не чувствуется практически редко встретите ну вот у меня получилось то что получилось и в принципе получилось довольно прозрачное довольно светлое вино она не окислилась за счет шкурки она в общем полностью хорошо осветлилась единственная убыстрил время выпадения винного камня то есть емкость убрал холодильник в течение недели в холодильнике постояла это уже вино и полностью выпал винный камень я делил то есть получилось идеально прозрачное вино вот это по белому типу я делаю так от трех до пяти дней оставляю если виноград мускатный чтоб максимум муската взяла со шкурки максимум аромата это вино взяла со шкурки если вино обычное белое обычный белый виноград без садов с обычным виноградным вкусом смысла не имеет держать на шкурке то есть шкурку сразу убираете из шкурки можно сделать вот такой вот насыпать эту шкурку выдавленную залить водой насыпать сахар и сделать брагу эту брагу потом перегнать после того как она выбродит перегнать в чачу скажем так вот чем отличается чача от коньячного спирта коньячный спирт делается не из шкурок а делается конкретно из сухого вина делается коньячный спирт то есть из виноградного сока выраживается виноградный сок получается сухое вино выраживается сухое вино и И получается коньячный спирт. Если мы шкурки заливаем водой, насыпаем сахар, выбраживает, это называется чача, скажем так. Многие, вот на днях я мучился, белое вино выдавливал отдельно, все отделял гребни, отделял все отдельно, гнилые ягодки все отдельно убирал. То есть полностью передавил, мускат дружбу передавил, из муската дружбы делал вино. Теща подошла, стояла, смотрела и говорит мне, а вот мы делали вино, вино получалось, хорошее вино получалось. Я говорю, вы делали не вино, вот по молодости делали вино. Я говорю, вы делали брагу. Я говорю, вы туда воду добавляли? Да, добавляли. Я говорю, сахар добавляли? Да, добавляли. Я говорю, ну какое это вино? Но оно было прозрачное Естественно, было прозрачное То есть, ну вот как-то так И многие люди живут и считают, что вино То, что сделано из винограда, это вино То есть, добавили они туда сахар Добавили они туда воду Это у них вино Да, я скажу так, что порой на шкурках, когда настоится Сахара вот насыпаю, ну, брага Перед прогонкой Получается такое прозрачное Классное такое, скажем так, жидкость Вот такая Очень похожая на сухое вино И на вкус просто шикарное бывает От сухого вина абсолютно ничем не отличить Но это брага Это не... Это материал именно для самогона варенья А не для питья Потому что такое храниться у вас не будет Такое у вас, ну, долго, скажем так Храниться не будет То есть, это надо хранить будет в холодильнике Специально или погребе Но все равно оно превратится потом в итоге в уксус Вот, поэтому Вот основные различия между вином и брагой я вам рассказал Многие также считают, что чача это... Ну, обычно чача это то, что делается из винограда Многие считают яблоки На яблоках делают, чачей называют Но это кальвадос называется Кто-то там на абрикосах делает, называет чача Это тоже не чача По-другому называется Сейчас не буду, забыл, как называется Кому интересно, можете посмотреть в интернете, как это называется То есть, ну, вот как-то так Вот В этом году много самогона делать не буду Потому что у меня осталось еще с прошлого года много Ну, не знаю, может быть, литров 15 Может, литров 10 сделаю Винограда в этом году очень мало В связи с тем, что погодные условия у нас были не очень хорошие Вот, дожди были во время цветения Но все-таки часть винограда навязалась Ну, мы его кушаем Часть вот передавил Сейчас вот в одной браге Вот сейчас, видите, она еще не бродит Здесь у меня белый виноград Шкурки от муската Дружбы Вот здесь Вино стоит дома Потому что на улице до 35-37 градусов доходит Но, в принципе, уже опыт был Прошлого года Вот под абрикосовым деревом Вот видите, в тенечке Оно прекрасно бродит Несмотря на то, что там высокая температура Там на солнце до 40 градусов доходит Дрожжи не погибают Нормально Бродит Вот Вино лучше, чтобы бродило в более прохладном помещении У меня дома кондиционеры и все такое В общем, там бродит нормально Единственное Получилось его немного Вот белого Вот так вот, наверное, получилось Вот так Красного Получилось вот так Красное сделал из красных сортов винограда Из кишмиш Черный султан Потом у меня был черный Сейчас скажу Туда добавил Немножко кардинала Потом добавил туда немножко кадрянки И еще какой-то черный А! И кишмиш лучистый я добавил туда Чтобы аромат какой-то дал Муската Темножко В общем, вот Из темного Из темных сортов Вот получился вот такой вот Микс Скажем так В общем, посмотрю Попробую Вроде шкурки отделил Вроде еще до сих пор бродит Ни сахара, ничего не добавлял Где-то 18 брикс Набрал сахар и виноград Ну, я так думаю Ну, я так думаю, что Конечно, желательно Чтобы до 25 брикс Было в идеале 22-25 брикс Тогда получается Вообще идеально Но в этом году И времени нет Смотреть за виноградом И ухаживать нет времени И в связи с тем Что очень плохое Опыление винограда было И желания нет Скажем так Вот Поэтому уже то, что есть Сделаю Что-то получится Получится Хочу попробовать Еще немножко сделать Из Из абрикосов Уже я не успею Скажем так Абрикосы отошли Ну, посмотрим Может быть Сделаю еще из яблок Вот Из яблок Тоже хорошая получается Самогонка Кальвадос Яблоки я не На мясорубку Не перебиваю Просто режу Мелкими-мелкими кусочками Насыпаю Засыпаю сахаром Деревянной толкушкой Пытаюсь Максимально перебить Что это возможно Прям вместе с сахаром То есть на дно Насыпаю яблоки Мелко-мелко нарезанные Засыпаю сахаром И толкушкой Прям этот сахар Вбиваю В эти Кусочки яблок И потом Заливаю водой И ставлю Бродить Вот 30-ти литровый куб Ну, куб 30-ти литровая Вот такая вот Перегонная Не перегонная Бродильная Вот Ведро Скажем так В это ведро Сколько сахара Нужно насыпать Если вот вы Насыпаете шкурки Или яблоки Там туда кладете Или еще что-то Чтобы вот Выбродила нормально Для перегонки Кто-то рекомендует 5 килограмм Вот На Такое количество Класть 5 килограмм Сахара Да Это нормально 5 килограмм Но я кладу 4 килограмма Вот 4 пакета сахара Покупаю Насыпаю сюда Ну Хватает Вот Потому что Как-то я пробовал 5 делал До конца Но не выбраживает Сладость остается Вот Поэтому вот Использую Не на диких дрожжях Я выбраживаю Это А на Белорусских Винных дрожжях Белорусские Винные дрожжи Бродят Идеально Проблем Вообще с ними нет То есть Насыпал Засыпал сахаром Чуть-чуть Белорусских дрожжей Сверху Вот так вот Прям сухих Присыпал Воды туда Налил Все Поставил Вот это вот Я только-только Заправил Еще пока Бродить не стало Вот Сюда еще надо будет Две пачки сахара Добавить Только две пачки Добавил Вот Килограммовый Еще две пачки Куплю Добавлю Уже после обеда Буду ехать Здесь Четыре пачки сахара Вот Вчера поставил Вечером Вот видите Вот бродит Под гидрозатвором Обязательно Старайтесь Кто-то говорит Мешать надо Рукой Еще что-то Я честно скажу Не мешаю Ни шапку Не перебиваю Ничего не делаю Вот Вот оно Так у меня стоит Под гидрозатвором Нормально бродит Прекрасно Да Если у вас толстый слой Допустим шкурки Пол ведра шкурки То конечно Надо будет мешать Но если шкурки Допустим Там четвертую часть Вы насыпали Да Ведра Или пятую часть ведра Остальной сахар Вода То в принципе Можете И не мешать Там шапки огромные Такой не будет Прекрасно хватает Вот Налил я вот так То есть две трети куба Вот так где-то Ну не две трети Выше даже Наверное Три четверти Нет То есть если у вас Вот так Вы смотрите Вот в таком формате Да И уже бочка Не надутая Даже вот при надавливании У вас ничего не происходит Значит брага Перебродила Открываете Смотрите Обычно Если брага Перебродила Шкурки Все Опускаются на дно Все спокойно Сливаете Фильтруете Через какой-то Ситечко В перегонный куб И перегоняете Все Значит Эта брага готова Всегда Сахар Лучше добавлять В начале Потихоньку Потихоньку Там знаете Чуть-чуть Вот выбродило Смотрите Остановилось Еще сахара Добавляют Люди Еще Ну так лучше не делать Я первые годы Делал так Вы точно не угадаете Какое количество Сахара В общем итоге Было В сусле Поэтому сразу Вот я наливаю Четыре пачки Насыпал Сахара И все И пошло Набродить Перегонку Делаю Также на улице То есть Электрическую плитку Достаю на улицу Ставлю И делаю перегонку Здесь кран У меня Водичка Вот Лишняя водичка Сливается Через тоненький шланг Сливается В огород Вот То есть Здесь в тенечке Также я делаю перегонку Первый год я делал В доме На втором этаже Но Очень Скажем так Неудобно Это Вот Эти браги Стоят Там Да Мошки не летают Ничего Но жене кажется Что летают Мошки Вот Ну вот Имеем то что имеем Поэтому Поставил на улице На улице Выбраживаю Смотрел видео Одного Грузинского Винодела У него 200 литровые бочки Штук 5 стоит Тоже вот так вот Под деревом И полностью Бродит вино Именно вино Вот он Выбраживает Шкурка Садится на дно И вот он Потом вот это вино Сливает И продает Он на трассе Стоит Прямо В 5 литрушках Продает От воды Питьевой То есть Ну вот Как то так Люди Так занимаются Вот Я делаю В основном Для себя Не на продажу Не для Каких то других Целей Для себя Родственники Едем в гости Еще что то Вот беру с собой Вот И сам пью Покупное уже Покупные напитки Ну только вино Хорошее качество Напью Вот Ни коньяки Ничего уже В принципе Я не покупаю Это все у меня Свое Наливки На Малине На вишни И хочу еще Лимончеллу Сделать Вот сейчас Вот это все Перебродит Сделаю Из вот этого Хочу сделать Лимончеллу Вот На лимоне Сделать На цедре Именно цедра Пробовал делать Лимончеллу С добавлением Сахара Ну лимончелла Это лимонный Ликер Итальянская По моему Напиток Лимонный Ликер То есть Туда добавляется Огромное количество Сахара Лимон Кто-то туда Выдавливает Еще сок Лимона Я пробовал И так И так И так В общем Мой личный Рецепт Я сделал По другому Мой лимончеллу Угощал Многих людей Всех Всем нравится Мне нравится Моей семье Нравится Я Самокритичный Я знаю Что если Что-то не то Я Так и говорю Это не то Мне не нравится Я такой Плохо получилось В итоге Получилось действительно Вкусно Действительно Достойно Но Для лимончелла Я использую Вот Перебраживает Перегоняю На два раза Головы, хвосты Чищу Получается Чистая Самогонка И с этой Самогонки Я Уже Настаиваю На этой Самогонке В баллон Наливаю Трехлитровый Скажем так Эту самогонку Насыпаю Туда Именно цедру Без беленького Именно желтенькая Часть Очищается С лимона Очищается Ни цедра Ни белая часть Корки Не затрагивается Ни мякоть Ни затромякать Можете выкинуть Вот Чисто цедра Идет И тогда Он не горчит Ничего Тогда получается Такой Лимонного цвета Как водка Лимонного цвета Прозрачная В хорошем Таком состоянии И очень приятный вкус Без добавления Сахара Сахар не добавляют Получается Просто бомба Сахара Я много Не употребляю Стараюсь Меньше Употреблять В пищу И стараюсь Меньше Везде Использовать Вот Поэтому Вот Как-то так Надеюсь Видео Было полезно Если есть Какие-то вопросы Пишите Сразу скажу Что Повторюсь Что Это не для Профессионалов Видео Это Вот Снимал Для новичков Кто хочет Кто хочет Разобраться Ну скажем Так Такие Простые Азы Обычным языком Без Каких-то Сложностей Вот Попытался Вам Чем Отличается Такой Вид Вина От Другого И вот В принципе Кто-то Любит Да Забыл Сказать Кто-то Любит Полусладкие Вина Кто-то Десертные Вина Ну скажу Так Что Во всем Мир Считается Эталоном Качество Вина Это Сухое Вино Сухое Вино Это Считается Просто Вышка Но есть Люди Которые Любят Компотики Там Какие-то Вот Мы Полусладкое Любим А мы Любим Сладенькое Мы Десертное Ну Добавляете Сахар И пьете То есть Выбраживаете Полностью Оно Это Самое Добавляете Сахар И пьете Все Получается Сахар Изначально Но оно Когда сахар Не дображивает Может Начать Бродить В любой момент То есть Такое вино С сахаром Внутри Хранится Не так Хорошо Как Допустим Ну В любой момент Может начать Бродить Потому что Сахар Внутри Остался Вот Я не говорю Там Использование Термических Каких-то Обработок И так далее Некоторое Вино Нагревают Там До 60 Градусов Чтоб Убить Или Сусло Нагревает До 60 Градусов Чтоб Убить Там Всякие Эти Самые Либо Там Выбраживает Нагревают Но я Не сторонник Использовать Таких Вот Такие Методы Нагрев Еще Что-то Потому что Вкус Вина Портится Однозначно При нагреве Представьте Сварить Вино Ну Это уже Это уже Не то На вкус Ну Люди По всякому Изощряются Кто-то Использует Диоксид Серый То есть Серной Шашкой Я вот Допустим Чтоб Оно Хранилось Нормально Посуду Перед тем Как налить Уже На хранение Вино Прохожу Серной Шашкой Серную Шашку Дым Туда Заполняю От Серной Шашки Вот И туда Наливаю Вино Все Вино Вытесняет Это самое То есть Дезинфицируется И Так оно В принципе Хранится Даже В тепле Хранится Вот Ну Не использую Никакие Вот эти Нагревы Еще что-то Потому что Вкус Да Серная Шашка Тоже Портит Вкус Вина Тоже Ощущается Вкус Особенно После ковида Чувствуешь Когда Добавляется Диоксид Серы Ну Не знаю В этом году Попробую Не добавлять Диоксид Серы Посмотрю Что будет Вот Потому что Вина Получится Немного Но Может Получится Две Бутылочки Белого Получится Ну Вот Именно Из того Что Сейчас Я сделал И две Бутылочки Красного И Из Натухаевского Муската Может быть Тоже Две Бутылочки Белого Получится Все Больше Вина Огромными Количествами Я делать Не буду Буду Хранить В холодильнике В прохладе То есть Я не думаю Что он превратится В уксус Или еще Что-то Думаю До нового Года Мы Его Приговорим В общем Спасибо За внимание До свидания